всем привет девчонки мальчишки короче говоря я сегодня себя преодолела даже вот глаза нормальные 6 часов я встала и поехала к химику я довольна сразу скажу я довольна значит мне она посмотрела мои гормоны вот либо анострозол либо тамоксифен а вот по поводу именно паузу то мне как бы сделали ведь только химии и как таковой именно паузы то у меня нет если переходить на анострозол то тогда надо колоть живот этот зодекс или что там кого-то вот если все-таки плюнуть на эту начинающуюся катаракту потому что катаракту то мне ведь нашли только в одной клинике в платной на профессорской вроде как в бумажках из первой городской больницы от от этого женщины офтальмолога которая мне очень понравилась там нету надписи катаракты и самое главное я к ней записалась еще и на понедельник потому что ну надо было конечно тогда проверяться через месяц через месяц не там нечего не нести и было а сейчас вот как раз таки я наверное с ней и буду отслеживать зрение свое ну чё поделаешь хоть она и платный врач а она во первых помните я вам рассказывала в возрасте во вторых у нее сестра с тоже с диагнозом она по крайней мере понимает хотя бы потребности и что может происходить нормально понимает нормальном уровне что может происходить с людьми на химии с людьми на лечении ну как то так потом значит что мы решили там оксифет если никаких жалоб потому что кости жальче в общем все было прикинуто и решили что кости мои жальче чем глаза потому что глаза мне в любом случае ну вот если зрение начнет сильно падать поменяем а и вот то есть все отсчеты по поводу проверок там узи брюшной полости узи малого таза там все эти узи лимфоузлов мы будем делать отсчет будет идти с 18 марта с момента когда вот я начала принимать там оксифен потом я ее спросила а вот может гляньте она работает еще на пункт мк принимает сейчас поймете почему я говорю и приняли и принимает здесь теперь я кстати жители екатеринбурга кто лечил свою вина но виноградовый как у химика вот я теперь могу не ходить к виноградовой и я теперь могу ходить к мишиной а мишина она все-таки здесь в них хоть и молодая но она начальник химслужбы и со всеми данными я могу пойти к ней и она вообще как бы сказать очень вдумчиво подходит к пациентам мне нравится может посоветуете чё с моими дырами как мне дальше жить она это что говорят хирурги я говорю была у ожоговых они решили что мы не зашиваем она говорит а вы были у того хирурга который вас оперировал я говорю да я в эту зону в которой я была я туда больше не ногой люди подарившие мне стафилококк меня как-то знаете не сильно интересует я вас поняла сейчас я вам позову сюда хирурга позвала молодого хирурга вот он значит посмотрел а а я и для этого еще фотку показала то есть я играю давайте я на фотке покажу чтобы не ну не трясти одежды перед вами потом хирург пришел и разделась а я еще показала фотку когда у меня полностью двадцать пять сантиметров вот тряпками то задку это вы таких не видели это когда я в двадцатые лежала то есть вот так вот и грудь из тряпок она говорит а как вы вышли я говорю ну меня потом успокоили не синегнойная палочка это мне уже очень повезло она такая понятна хирург подошел посмотрел вот этот карман я говорю карман это не карман это все-таки мышца оставшиеся от груди я говорю увеличение уменьшения надо все-таки узнать есть ли у меня там лимфа копится или нет она говорит проблем нету вот вам бумажка я сейчас медсестре позвоню бегите вот куда-то туда-то на какой-то непонятный этаж то есть этаж абсолютно не связи все эти этажи куда я сейчас могу побежать то я к чему все рассказываю вот долго если ходишь и чем-то недоволен находятся оказывается другие пути оказывается находятся другие врачи не те которые тебе прям вот положены по твоему заболеванию и не только тот этаж который тебе положен тот закут даже не этаж а заход Который тебе положен по твоему заболеванию Так же просто не записывай Приходится как-то самой идти Ну и суть такая, что это Мне быстренько, значит, дали направление на УЗИ И я пошла опять на какое-то совершенно другое УЗИ Которое совершит никакого отношения Как я понимаю, к службе этого Лечение молочной железы не имеет Женщина меня посмотрела Вот здесь, над этим Над рубцом, который уже заживает практически Есть небольшое уплотнение Небольшая флегмона Но так как я это чувствую То есть опухоль есть небольшая Но и так как я это чувствую Это не руками я имею ввиду Это не нагноение, ничего Это скорее, ну то есть А в карман вообще чистый То есть он должен зажить Ну тут вот дали даже бумажечку И пока я собиралась, одевалась на каком-то из этажей На подоконнике Проходит как раз это Мишина, химик Я ей показала Медельной части над рубцом Участок инфильтрации Пять на три Размер других образований не выявлено Вот Короче Мама говорит, все нормально Через три месяца вас жду Я довольна А еще я А, я их начала пытать Ну так как вот, я говорю Она принимает в УГМК Я ее вместе с хирургом и начала пытать Дальше-то мне как жить Когда заживет Когда закончится лечение Когда заживет рубец Как мы это все в красоту наводить Любую То есть для меня красота Это не значит пришить мне сюда одну огромную титьку А именно сделать так, чтобы хотя бы кожа была приемлемая Ну пойдете главврачу Знаете, если у нас эти Эспандеры Тогда вот, может быть, вам здесь сделать Я говорю, а если я у вас не хочу Я где-то по УМС могу Ну, бывают Бывают в УГМК квоты Но редко Я говорю, вы знаете А вчера у меня произошло вообще событие Мирового масштаба Его очень трудно понять В общем, есть в Екатеринбурге Одна такая дама Брауде Она прям Ну, Путин в мамологии Не знаю, как сказать Записаться нереально Я 6 месяцев потратила записаться к ней То есть каждый месяц 25 числа в 7.30 Начинаешь звонить Один раз я почти что выиграла Это еще до операции начала Один раз я почти что выиграла В этом квесте Но почти что не считается Дается 10 Она обычно дает 10 талонов сама А я была 11 Потом я была и 12 И 14 Ну, в общем, примерно Мне удавалось Я не знаю Как я вчера разговаривала С девушкой регистратора Как мне это удалось Она говорит Ладно Я говорю Вы знаете, что я на жалость Ну, поймите На жалость-то не давлю Но варианты-то, наверное Какие-то существуют Она такая На жалость Таким голосом Как у вас не давят Это точно Ну, в общем Как я буду дежурить 25-го Я вас запишу На любое время Запишу Я такая Хорошо На любой день Я такая Хорошо Она говорит Придете Я говорю Я освобожу все Даже если типа На Луне Будут принимать Я освобожу Это время Она Проходит 10 минут Она знает Которая пошла С вашими этими Данными И с вашим рассказом К врачу Она сказала Она вас примет В пятницу В пять вечера Приедете Конечно, приеду Ну, и этим-то Двум говорю Я говорю Я правда записалась Они такие Как вы укрелись Я говорю Вот Ловкость Языка И никакого Мошенничества Они говорят Так вам рано Еще, наверное Я говорю Так А квот-то сколько? Две Три Одна Я говорю Пока я на очередь Встану Пока квота Дойдет Они такие Ну, в общем-то Да Вы правы Я говорю Как раз у меня Рубцы заживут Там стузумак Закончится Стоят Вообще Говорит Логика Железная Я говорю Я знаю В общем Я довольна Сегодня у меня Сейчас поеду А Поеду Заберу Пластырь Кстати Мой пластырь Работает Мой пластырь Зачудительно Работает За ночь Прям Короче Двигаться меньше Надо С моими ребрами За ночь Прям Боль проходит На сто Процентов Ну Я такая Решила Попробовать Все И в этом Все Чем нам Симолент Не порадует Выписала Я за Семьдесят Четыре Рубля Я вам Все покажу Короче говоря Не прогревающий Но пишут Вонючий Но не прогревающий То есть На травках Все травки Почитала Его можно Почикать Будет Вот как Перцовый Пластырь Судя по всему Я еще точно Не знаю Но как бы Вот есть у меня Такое Из описаний Такое подозрение И прям Клеить на точки Где мне будет Прям реально Еще больно Потому что Ребра в основном Начинают болеть К вечеру И когда Я кашлять хочу Вот А Кстати Я вот Вам покажу А один Я взяла Упаковочку Прогревающего Он тоже Там Четыре штучки Семьдесят Четыре рубля Но там Это тоже На травках Там Со всякой Камфорой Со всей этой Сын Периодически Жалуется Что что-то Там себе Потягивает Когда Что-то Тяжелое Поднимает Вот ему Отдам Хотела Такое-то Интересное Сказать А Вот Я спросила Химикам На Транстазумаб Бывает Аллергия В виде Дикого Насморка Она говорит Нет Я говорю Ну там же Написано Синусит Ринит Все остальное Прочее Я говорю Ну чтоб Прям вот Из носа Лило Как не в себя Она такая Да не может Такого быть Он вообще Легко Переносится Я говорю Ну я дома Сидела Четыре дня У меня Тряпка У носа Была Не тряпка А туалетная Бумага В родине Я говорю Я-то так-то Не аллергик У меня Не свойственно Это состояние Ладно В этот раз Я это Если Начнется Сразу Начну пить Антигистаминное И там И посмотрим В общем Я мило Побеседовала Я теперь могу Вам бесконечно Рассказывать Потому что Мне что-то так Понравилось Мне так хорошо Я такая довольная Что я сама себя Завтра у меня химия Завтра у меня еще Величайший доктор Правда он платный Приплатный Блин Даже лучше не вспоминать Но Что поделаешь Тут уже Как я поняла Если Хочешь куда-то Пробиться Приходится ходить Там Где они Принимают Платно Все К вечеру Если что-то еще Веселое Наковыряю У нас Немножко Погода Солнышко Светит Хорошо В машине Тепло Но погода Идет на холод Завтра Все прохладно Будет Солнышко